Я не думаю, что это хитрый ход какого-то контейнера в Ликуде. Это действительно такая ситуация, она вполне естественная. Ликуд – партия власти. И ни для кого не секрет, что, ну, я не знаю, там, мой коллега Сильван Шалом, на какой бы должности он ни был, он всегда будет борцом за Негев, бойцом за Негев. И это его регион, он там родился, он знает на личном уровне огромное количество людей там. Это всегда так будет. Точно так же, ну, я могу там, Гила Гамлиэль всегда будет бороться за права студентов и молодежи, потому что она начала свою карьеру как председатель Совета студентов Израиля. Точно так же и я, и Зая Велькин, на какой бы должности мы ни были. Наши должности не имели никакого отношения, как бы, к русскоязычной Алии. Ну, естественно, всегда люди обращаются к нам. Мы обращаемся к премьеру. Я обращаюсь, слава богу, с позиции спикера Кнессета, ну, как это я скажу, вежливо. Министры, как правило, берут трубку после первого звонка. То есть, как бы, я обращаюсь с разными вопросами, с разными просьбами к министрам. И, как правило, я должен сказать, что никто не встречал меня в штыки. То есть, не то, что говорили, вот, опять ты со своими русскими прилез. Все понимают, что это национальные проблемы. И, опять же, если бы я по поводу своего дома в Наведаниеле, где у нас тут 407 семей живет, обращался, я бы сказал, ну, слушай, ну, что это за протекционизм такой, что это за позвоночное право тут. А когда мы говорим о миллионе с чем-то граждан, то все понимают, что это не лично помочь друзьям или избирателям Эдельштейна или Элькина. Это национальная проблема. Если мы что-то говорим, то к нам прислушиваются.